Посол США в Молдове Уильям Мозер посетил Чедролунгу. В рамках ознакомительного визита была запланирована встреча в публичной районной библиотеке. Он встретился с главой района Сергеем Бузаджи, руководителем культурно-образовательного учреждения Валентиной Пашалы и пообщался с активной молодежью. Я обещал тогда, что я поеду в Чедролунгу для того, чтобы посетить центр. И я очень рад, что у меня была возможность, конечно, быть здесь сегодня. И это действительно большая честь для меня. И это такая приятность, что у меня будет время со студентами с вами сегодня. Уильям Мозер был ознакомлен с работой Американского уголка при публичной районной библиотеке, который при поддержке американской стороны был оснащен современным мультимедийным оборудованием и укомплектованной литературой различной тематики на английском языке. Он также осмотрел и учебный центр, оснащенный компьютерами с высокоскоростным интернетом в рамках проекта «Новотека» при финансовой поддержке фонда Мелинды и Билла Гейтс. Я хочу выразить огромную благодарность посольству США и американскому народу за ту помощь, которую мы получаем по различным направлениям. Одно из проявлений этой помощи вы видите здесь в соседнем зале, вы все пользуетесь. Это американский уголок. У вас у каждого есть возможность прикоснуться к истории Америки, к литературе, к культуре. У нас работают при уголке Америки два клуба. Это для малышей изучение английского языка и для более старшего возраста просмотр фильмов на английском языке, но и с последующим обсуждением. В рамках дискуссии с молодыми людьми посол США в Молдове ответил на все интересующие их вопросы. При этом язык общения был выбран исключительно английский. Вопросы учащихся касались больше сферы образования, но были и такие молодые люди, которых интересовали моменты из области политики. Почему сооружение так важное для США? Это второй визит Уильяма Мозера в Чадролунгу и, по его словам, не последний. К завершению встречи он заявил, что выполнил обещание приехать в наш город и пообщаться с молодыми людьми. Знак благодарности и дружбы между народами учащаяся старших классов подарила послу авторскую картину. Другая исполнила известную песню на английском языке «Only You». Браво! Аплодисменты! Аплодисменты!